Скажите, с какого возраста нужно начинать половую жизнь человеку молодому? Половую жизнь надо начинать в браке. От чего? Для того, чтобы не было заболеваний, передающихся половым путем. Если ваш брачный возраст достиг 18 лет и вы вступили в брачные отношения, пожалуйста. Но если вы не достигли возраста врачующего, то я думаю, что вообще не стоит начинать половые отношения. А чем вы руководствуетесь, когда такие советы даете? Я руководствуюсь тем, что на сегодняшний день у вас возникают заболевания. И вы считаете, да, я имею в виду у граждан, и вы считаете, что надо предотвратить данные заболевания. Поэтому, чтобы их предотвратить, надо начинать половую жизнь в браке. Подождите, Ирина Михайловна, так стоп. Алексеевна Михайловна, вы? Да, да, Ирина Алексеевна, извините, я просто запутался. Половые отношения надо начинать не с возраста, а с вступления в брак. Так у нас возраст согласия 16 по закону начинается. А я сказала, вступление в брак. Причем здесь лета 16? Ну и что, что возраст согласия? Возраст согласия 16 лет это то, что у вас, если ваша вторая половина, парень или девушка, скажет о том, что он был согласен на это. Но это не говорит о том, что не отразится на вашем здоровье. Ну, так, слушайте, причем тут, почему вы сразу о плохом думаете? Я про то, что... Вы же задаете вопрос, потому что половые отношения отражаются на здоровье. Это не обязательно болезни, половые отношения. Может, это у вас профессиональное... Я говорю, что о сексуальном воспитании. Вот как детям учить заниматься сексом, да? Для детей сексуальное воспитание вы в первую очередь должны объяснить, что есть целомудрие. А что это такое? Если вы это донесете до них, это будет самый важный критерий отступления в половые отношения. Это целомудрие. Так, а подождите... Нельзя размениваться на... Вот вы понимаете, мы с вами с вами в разные стороны. Вы хотите сказать, как это влияет положительно секс? А я хочу сказать, что секс у неокрепшей души, даже, как вы сказали, в 16 лет, может привести к психологической травме. Понимаете? Хотя физически может не отразиться. Мы говорим о том, что когда люди согласны вступить в секс, и как вступать? Вот люди молодые, где они научатся к культуре секса? Значит, молодые люди, которые, как вы говорите, неокрепшие духовно, но хотят вступить. Есть центры, дружественная подростку. Значит, для такой молодежи, не достигшей 18 лет, профессионалы в лице кушера-гинеколога и в лице психолога окажут анонимно даже эту помощь. Если у вас есть такие знакомые или дети, и вы хотите их направить для такой беседы, для получения информации, для предупреждения заболеваний или психологической травмы, пожалуйста, у нас самая знаменитая, если вот вы знаете, центральная поликлиника на Мазаро, большая. Рядом детская поликлиника, центральная, городская. Там есть центр дружественного подростка. Вот в этом центре оказывается эта помощь. Дальше. Такие центры созданы на территории города Гомеля и в районах. В том числе есть в Рогачеве, в Речице, в Мозоре. Поэтому, пожалуйста, вы можете обращаться. Так, а послушайте, пожалуйста, а то есть в секс можно вступать только вступив в брак? Нет, профессионал для таких вопросов оставит им, ну, скажем, и памятки, и информацию, которую можно почерпнуть, будет потом дополнительно, и объяснит с точки зрения профессионала как психолога, так и врача. Про это я понял, но если человек вообще не собирается ни жениться, ни замуж выходить, а сексом заниматься хочет, что, нельзя, что ли? А чего вы мне задаете вопрос? Я же не могу вам запретить это. Не, ну вы сказали, что в половые отношения нужно вступать только в браки. Я вам объяснила с точки зрения правильности на сегодняшний день позиции врача. В секс надо вступать тогда, когда вы созрели, и с тем, кто вас желает, чтобы потом не было проблем другой стороны. С точки зрения половых отношений у детей я вам ответила. Возраст согласия. Я вообще к детей не понимаю, как вступать в полотношения с детьми. Если вы считаете, что 16 лет, это возраст согласия, и не будет применен уголовный кодекс, в этом случае для беседы у подростков, если такие случаи есть, и он вступил в полотношения, и чтобы не было проблем, как вы говорите, психологической травмы или физической, я вам предлагаю обратиться в центр дружественной подростки. Нет, это, извините. Для взрослых, хорошо. Второй вопрос взрослых. Дети, у 16 лет мальчик, у 16 лет девочки, они хотят осуществить половой акт. А вы родитель им? Да, я, например, родитель. Родитель, значит, я вам говорю, если они хотят осуществить... Нет, откуда я знаю, хотят ли они? Откуда же я знаю, уже ко мне не приходит и говорит, что... Значит, направьте, Олег Михайлович, направьте в центр дружественную подростку. Нет, так я же не знаю, я же не знаю, что они там хотят. Понимаете, ну так я тоже не знаю. Ну, а как мы будем знать? Это не могу я. Нет, я понимаю, сложно... А вы как учились сексу? Я не училась. Послушайте, я сейчас на телефоне прямо от телефонной линии. Телефон у нас с вами записывается разговор. Если вы собираетесь говорить о личных беседах, извините, это выходит за рамки моих обязанностей. Причем лично? Вот я скажу, как я учился. Меня в школе не учили сексу. Давайте прекратим этот разговор. Подождите, вы специалист. Нет, уважаемый, Олег Михайлович, давайте прекращать. Вот видите, какая проблема у нас. По другому телефону, извините. Огромная. Главное управление по здравоохранению слушаю. Ирина Алексеевна, это основание. Может, вы уже успокоились? Олег Михайлович, давайте все-таки конструктивный разговор вести. Вопросы секса не входят в организацию оказания медицинской помощи. Я вам ничем помочь здесь не могу. Ну хорошо, но вы же по акушерству и гинекологии... Если вас интересуют вопросы по акушерству, я рада помочь вам и вашим родственникам. Я вас внимательно слушаю. Это просто напрямую связано с сексом, и я о половом воспитании в школах интересуюсь. Значит, по поводу воспитания детей в школах. У нас есть на сегодняшний день детские врачи-аккушерогинекологи. Врачи-аккушерогинекологи работают в городе Гумеля, в медико-генетическом центре. Там детский врач-аккушерогинеколог. Если надо какие-то вопросы идти решить, значит, пожалуйста, через них. Дальше. Есть детское отделение в третьем филиале города Гумель. Они выходят в школы и решают там все вопросы в плане обучающих моментов. Следующий вопрос. Детскими гинекологами по совмещению работают врачи-аккушерогинекологи взрослые на районе. Но нет у меня там ставки. Поэтому, к сожалению, я не могу обеспечить полностью. Для этого есть медико-генетический центр. Если вам надо выехать с района в областное учреждение, туда приезжают и там оказывают помощь. Но все врачи проводят лекции и беседы в школе. Кроме того, в центре гигиены областном есть отделение, которое занимается профилактикой. Их специалисты тоже участвуют в акциях по предупреждению по профилактике абортов и заболеваемости у молодежи. Они тоже выходят в школы, колледжи, университеты. То есть эта вся работа проводится. Кроме того, на сайтах есть информация, размещается она. И непосредственно, если оказание помощи, я раз говорю, в городе есть отделение. А для областных, если непосредственно детский гинеколог нужен свой, не справляется по месту жительства, я имею в виду, какая-то специализированная помощь нужна, то, пожалуйста, медико-генетический центр на Кирово, центр брака и семьи, либо гинекология областной больницы. Там есть кольки детские. Вот, пожалуйста. Ну, отлично. Причем в детской больнице еще есть консультативный прием детского гинеколога, если он тоже нужен. Ну, гинеколог – это уже по совсем другим, как сказать, по внутренним делам, так сказать. А я по просвещении говорю. Я вам говорю, просвещение – это касается выхода моих специалистов с обучающим процессом. Вот это то, что касается моей службы, она выполняется, проводится. И часто такое проводится? Это специально в школу приходит врач и рассказывает, что вот есть такое? Если местные администрации, школы конкретно заинтересованы в такой тематике, она приглашает моего специалиста, она оказывает такую, скажем, лекционную тематику. А часто школы хотят таких специалистов? Послушайте, я не могу вам сказать, я не школа. Так что вы уже снова кричите, ну, елки-палки, ну, это же нормальный процесс. Вы просто хотите от меня какие-то статистические данные. Я сейчас говорю, кто вы такой, чтобы я вам давала отчетные данные свои? Ну, не надо так говорить, кто я такой. Ну, меня действительно эта тема интересует. У меня двое детей, подростков, надо их как-то про секс учить. Кто их просвещать будет? Я, что ли? Значит, в каком городе вы живете? В районе или в Гомеле? Калинковичев. Калинковичев, значит, Калинковичев, Белоногова, Светлана Федоровна, заведующая консультацией. И она непосредственно вам предоставит информацию, я даже могу с ней договориться. Вы подойдете, она вас полностью проинструктирует, где, как можно в Калинковиче просветиться этому вопросу вашим подросткам. То есть она подскажет, где можно еще к кому-то сходить, и тот человек уже точно будет знать, как надо просвещать. Да. У них есть психолог, именно психолог, который может вам, вашим детям подсказать некоторые психологические моменты, которые выходят за рамки этичности врача. А это что за моменты такие? Знаете, есть доверительная беседа. Но врач, это всегда врач, понимаете? А психолог, он ближе к, скажем, такой эмоциональной настройке человека. Поэтому ему легче доносить информацию, понимаете? Врачи воспринимают как нечто конкретное. Есть заболевание, мы его лечим. А вот, так это еще сложнее, чем я думал. А психолог, это, скажем, беседа доверительная между пациентом и специалистом, который позволяет ему решить вопросы эмоционального плана. Слушайте, а как раньше наши предки всем этим просвещались? Не было же психологов. Ну, я вам тут не могу подсказать. Все нормально было. У нас в этой тоже есть психолог, если вам вот надо профессиональную помощь, пожалуйста. Но психолог есть коленка еще. Мне кажется, дети этим не будут заниматься, они стесняются. Это как-то надо вообще общедоступно делать эту тему. То есть это не должно быть криминализировано. Она не криминализирована. Почему? Психолог доступен женской консультацией. Я не про психолог, я про сексуальное просвещение и воспитание. Помните, сексуальная революция была в США в каких-то 60-х каких-то годах. Вышли люди голые, показали, что они по образу и подобию созданы. Я, к сожалению, с такой информацией не владею. Я не могу здесь ничего про революцию сказать, что было и какие там голые выходили. Точно не знаю. Видите, какие мы еще не просвещенные, а хотим детей просвещать насчет секса. Секса это нормально. Я не просвещаю папу детей по поводу секса. Ну ладно, вы не просвещаете. Я врач объясняю о возможных последствиях ранней половой жизни. Преливание, беременность и предохранение. Согласитесь, это правильно. Я понимаю, но перед тем, как заберемененеть, нужно просветить человека. И вы же как-то просвещались в свое время. Кто-то работу с этим над вами проводил. Сейчас обсуждаемая личная жизнь. Не вашу, я к примеру привожу. И вот меня же тоже просвещали. Ну как меня просвещали? Меня друзья просвещали. Есть определенные сайты, я сам просвещался. Но разве я так хотел просвещаться? Я бы хотел просвещаться, чтобы культура секса не была табуизирована в нашем обществе. Что это нормально, секс. Это нормально. То есть 16 лет вы как родитель считаете половые отношения между подростками, это нормально. А почему нет? На Кавказе вообще как дели? В исламе берут 13-летних в жены. Это у них... Хорошо. Какими нормами? Сейчас. Алло, я прошу прощения, у меня срочный звонок с Минздрава. Перезвоните позже. Ну, наверное, это уже по мне предупредили ее. Субтитры делал DimaTorzok